Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вновь я Параховский Владислав Владимирович, камера Гори Бунастроевна. Очередная лекция из цикла «Достижение российской междисциплинарной естественно-научной школы». Итак, очередная лекция из цикла «Достижение российской междисциплинарной естественно-научной школы». В данном случае на ваш суд вносится видеоматериал под названием «Разгадка тайн финансовой подоплекки теории относительности». Тема достаточно занятная, тема достаточно пикантная, достаточно сказать, что история человечества не знала более пропиаренной физической теории. Поскольку эта теория оказалась в роли самой пропиаренной, то возникает естественным образом закономерный вопрос. Откуда на этот самый пиар создатели и промоутеры этой теории получили финансовый компонент? Что само по себе создает некую интригу. Видеоматериал не является самым главным материалом по теме, и самым главным материалом по данной теме является именно текстовая версия материала. Ссылка на текстовую версию материала имеется в описании видео. Если речь идет о пиаре, то речь идет о грандиозной пиар-акции. Когда же она состоялась? Историки науку сводятся к тому, что она состоялась где-то в 1919 году, после того как некоторое время до этого в 1905 году был опубликован ряд физических работ, в которых фигурировала в том числе так называемая специальная теория относительности, плюс в 1910 году была опубликована другая работа, где излагалась так называемая общая теория относительности. И в 1919 году имела место некая пиар-акция, и которая закончилась тем, что главному персонажу нашего повествования, фотографию которого мы сейчас вам даем, фотоматериалами, о котором просто пестрит пространство интернета, а также пестрят другие информационные поля, мы просто здесь даем в качестве иллюстрации. Альберт Эйнштейн, которого все узнали. В англоязычном пространстве его фамилия считается как Айнштейн, а в германно-язычном пространстве его фамилия считается как Айнштейн. Это для любителей филологии. Этому человеку была в 1922 году присуждена Нобелевская премия, как известно, вовсе не за теорию относительности, а ему была присуждена за объяснение фотоэффекта. Еще одно занятное оптачивство, но это еще ничего. Как известно, в пиар-теории относительности входил ряд весьма весьма занятных шуток. Ну, например, один раз у стареющего Альберта Эйнштейна журналист спрашивает. Вы знаете, господин Эйнштейн, есть только два человека, которые хорошо знают теорию относительности. Но что смущенный Альберт Эйнштейн у него спросил, а кто второй? Эта шутка взята из сборника под названием «Физики шуток», в свое время весьма-весьма популярное издание, которое появилось примерно в 60-х годах 20-го века, когда имел место бурный всплеск развития науки, причем буквально по всему миру. И еще здесь можно вспомнить очень много интересных моментов, которые были связаны с признанием, частичным признанием, с выражением согласия, либо выражением несогласия, но факты остаются фактами. Более про пиарную физическую теорию история человечества не знает. Если лишь идет о пиаре, то есть помещении в информационном поле, всего, что мы хотим туда провести, то, естественно, возникает вопрос о финансовом компоненте данной акции, что, собственно, и является темой данного видеоматериала. Сотрудники абсолютно любого пиар-агентства могут сказать, что помещение человека в информационном поле чку либо достоит в данном случае, в 1919 году, путем того, что некоторые британские физики, оказывается, нашли подтверждение отдельным положением его теории путем астрономических наблюдений. Теория относительности была подтверждена. Ну, не будем, не будем придавать этому факту слишком большое значение. Дело все в том, что, как гласит известная популярная шутка, которая один раз прозвучала со сцены концертного зала Московского физико-технического института. Шутка, кстати, была авторства Александра Борисовича Кондратьева, которая относительно недавно от нас ушла. Поскольку любые два числа равны с точностью до коэффициента, то любой эксперимент подтверждает любую теорию. И вот тут следует обратить внимание, может быть, речь шла о некой цепочке событий. Да, к этому следует прибавить, что в личной жизни господина Эйнштейна к этому времени наставили не очень простые времена, так как фактически со своей первой супругой он уже не жил. Итак, парадоксально. Одна из самых пропиаренных физических естественно-научных теорий оказывается вдруг не самой правильной. Весело, здорово, слабо. Давайте думать, как это могло произойти. Давайте немножечко скажем о ее физической подоплекте. Ее физическая подоплека лежит глубоко-глубоко в первых экспериментах по электричеству. В первых экспериментах по электричеству. В результате многочисленных-многочисленных экспериментов с электрическими и магнитными полями, со статичными и движущимися зарядами, с движущимися заряженными частицами, как движущиеся частицы, пока не электронные, как всего лишь движущиеся частицы. Эти движущие частицы как-то создавали электрические и магнитные поля. И английский физик Джеймс Клеркс Максвелл поставил перед собой задачу наиболее точно математически описать взаимодействие электрического и магнитного полей. Все закончилось формулировкой этих закономерностей в виде всем известных уравнений Максвелла, которые занимают достойное место в истории науки. Тот аспект работы Максвелла, на котором мы будем в порядке верно остановиться, это аспект распространения электромагических взаимодействий. Их пути, среды распространения скорости и таблицей. Что касается среды распространения электромагических взаимодействий, так называемого эфира, вокруг этого было сломано столько копий, что очень даже трудно их перечислять. Достаточно сказать то, что эфир является одним из самых популярных слов в различных физических трактатах, начиная с их появления на белый свет, начиная с самых первых физических трактатов. И заканчивая тем, что наш сотрудник, гражданин России Владимир Акинчевцев, создал науку под названием эфиродинамика. Что касается скорости распространения электромагнитных взаимодействий, то в физике существовало так называемое теория данные действия, так называемое теорию близкодевствия. Что касается теории данных действующих сил, в ее рамках считается, что электромагнитное взаимодействие, вообще любое взаимодействие, которое существует в физике, в природе, Распространяется мгновенно, что касается теории блеска действующих сил, то считается, что распространение взаимодействий между различными телами является процессом с конечной, а не с бесконечной скоростью. Именно в этом и на один грамм не сомневался, к примеру, Лёв Давыдович Шалдау, известный советский физик-теоретик, который весьма популярен среди студентов технических узлов, технических специальностей и как автор знаменитого курса теоретической физики в десяти томах. В данном случае вопрос специально о теории относительности у него изложен. Во втором томе, именно в таком виде, их воспринимал и их изучал на втором семестре третьего курса «Ваш походный сутар». То есть теория относительности в рамках курса «Триория и поле» Московского физико-технического института проходился. Жизнь Максвелла закончилась в 1879 году и его эстафету приняли многие ученые. Было очень много работ по разбитию электродинамики в последующем. В частности, нужно упомянуть английского физика по фамилии Томсона, который предложил частичку, которая пролетает от катода к анону в электронной лучевой трубке, назвать электронную. Маленькой-маленькой частичкой электронная лучевая трубка была уже изобретена к тому в линии Киргофа и проводились определенные исследования путем приложения к этой электронной трубке электрических и революционных подъектов. А голландский физик Эндрик Лоренс подошел к вопросу немножко с другой стороны. Голландский физик Эндрик Лоренс для уравнения Максвелла начал искать так называемую ковариантную форму записи. Он написал много работ, в частности. Одна была работа посвящена опыту электрических и оптических взаимодействий, опыта электрических и оптических взаимодействий в движущихся телах. И в конце концов он дал ряд удивлений и объяснений. В конце концов это привело к тому, что в 1902 году он с Акторским со своим учеником Петром Займаном получил Нобелевскую премию, объяснение эффекта Займана. С моей точки зрения Нобелевскую премию вполне заслуженно. И он начал исследовать поведение уравнений Максвелла относительно различных базис. Хуже сразу сказать, что исследование подобного рода поведения в различных базисах, это идея достаточно очень даже нелегкая с точки зрения теоретической работы, но тем не менее определенный объем теоретической работы. Он же Клобинс проделал и его обратили внимание на так называемые кавариантные векторы, кавариантное преобразование. Что это такое? Это с точки зрения математика рассказывают слишком долго. Посмотреть в учебниках по математике, в учебниках в частности по аналитической геонетрии и линейной алгебры, там достаточно четко, ясно все написано. Это, к сожалению, материал нельзя сказать, что он был бы доступен для массового зрителя, для массового слушателя, но он вполне доступен для студентов физических и математических специальностей. И его работа, работа с уравнениями Максвелла привела его к такому выводу, что можно найти некий инвариант, который связан со скоростью распространения взаимодействий и определенными пространственными координатами. И этот инвариант Лоренц имел в качестве задания исследование системы насчета движущихся друг относительно друга. Их особенность состояла в том, что он должен был вести такое пикантное понятие, как местное время. Поскольку его преобразования они касались как пространственных, так и временных аспектов уровней Максвелла. Здесь начинается самое интересное с таким понятием, как местное время. В общем-то, достаточно пикантную вещь, которая хорошо выглядела бы как результат неких научных исследований, но она достаточно плохо выглядит как предпосылка, а именно равенство скорости распространения взаимодействий в различных системах отсчета. Равенство скорости передачи электромагнитного взаимодействия в различных системах отсчета. В общем-то, производила впечатление на многих, и многих начинает интригровать. И здесь мы бросаем свой взор на то, как такое понятие, как местное время, могло оказать воздействие на окружающую публику. В частности, весьма-весьма впечатлительную окружающую публику. В частности, на писателей фантастов и любителей научной фантастики. Здесь можно говорить о чем угодно, если говорить о фантастике, вплоть до того, что теоретически, если говорить о фантастике в тех временах, можно вспомнить того, что 19 века как раз то время, когда резко пошло грамотность, резко пошло количество писателей, резко пошло количество литературы, в том числе литературы художественной, литературы с элементами, как говорят французы, муралита, литературы фантастические по жанру и так далее. И во время случаев получалось так, что писатели различных жанров, в том числе писатели фантастов, становились своего рода властителями думами. Властители дум не только широких масс, но и отдельных ученых. Они были в своих романах, они были способны описать то изобретение или описать ту наработку. Они способны были описать их некое физическое явление, научно-техническую разработку, которая, в конце концов, для писателей и для инженеров стала бы своего рода ориентиром. Классический пример, чтобы не идти далеко, в русской литературе Алексей Николаевич Толстой гиберболует инженера Гарина. Луч, который способен зажигать все воспалимое. Который в руках инженера Гарина превращается в грозное оружие. Художественный фильм, который снят был в 70-х годах прошлого века, по его мотивам. То есть Алексей Николаевич Толстой был весьма одаренным писателем фантастом. И, в конце концов, чуть позже, примерно через 30 лет, эпоху, которая связана с изобретением первых лазеров. То же самое. А развитие этих лазеров привело к тому, что появилась такая вполне нормальная, не фантастическая, вполне реальная вещь, как лазерная оружие. В общем, не только фантастические фильмы. Теперь, в моем актере Лозунгладши, я вернусь непосредственно к нашему замечательному уравнению Лозунца, где фигурирует так называемая местная грима. Дело все в том, что интерпретация отдельных мистика, то есть людей, которые готовы создать миф из чего угодно, это самое неосновление могло выглядеть таким образом, что жизнь человечества могла происходить различными темпами, в зависимости от того, он находится в одной движущейся системе или нет. И так получалось, что если мы скорость движения этой системы приблизим к скорости распространения электромагнитных взаимодействий или скорости света, ну, в одной из популярных интерпретаций света как электромагнитный ровный, кстати, ровно той самой интерпретации, которая придерживалась углубо-помято-данцами Джеймса Рокманского, то у нас на выходе получается одна изумительная, замечательная вещь. А именно то, что если одного из близнецов запустить куда-то далеко-далеко в космос, то для него детство останется долгим-долгим-долгим-долгим. Он может возвратиться через 20 зимних лет, оставшись, по сути, подростком, а на земле, уже простите, другой его собород-близнец к этому моменту перейдет в другую возрастную категорию, если не сказать попроще, составится. Вот идет так называемый парадокс близнецов, который легко-легко-легко родился в одной из фантастических трактовок уровней лодца. Это выглядит чающе. А теперь, дорогие слушатели, начинается самая парадоксальная часть нашего видеоматериала. Дело все в том, что ваш покорный сударь, как это ни странно, начал работать этим материалом не с точки зрения физики. Интересовало вас здесь не другое. Интересовало вас здесь то, что когда после прочтения нескольких статей и после ознакомления с несколькими видеоматериалами, которые носили чисто развлекательный характер, а ваш покорный слуга подрешил подойти к вопросу немножечко посерьезнее, то была одна удивительная вещь. На первый план вышла женская матрика. Дело обстоит таким образом, что, может быть, сделав какое-то глубокое проявление глубокой-глубокой нитрицы, но ведь действительно все получилось как в сказке. Была некая женщина, одна женщина, которую условно можно было бы назвать белой королевой, которая заняла свое законное место, получила законную награду, пользовалась заслуженным, авторитетным, почетным уважением. И была другая женщина, которая об этом только мечтала, и в конце концов, которой это не сбылось, которая королевой, эта вторая женщина, так и не стала. Но кое-что для коронации было готово. То есть таким образом возникла интрига, ну, буквально как в сюжетах популярных сказок. Ну, например, «Белоснежка и старая ведьма». Если переходить к взрослой литературе, к взрослым сценическим произведениям, это времяоткремия и возникающая борьба между блондинкой и брюнеткой, причем самое интересное. «Белая королева» оказывается в роли стопроцентно положительного персонажа, «Черная королева» оказывается в роли достойной претендентки, умелой интриганки, но в итоге она оказывается в роли проигравшей и в роли заслуженной наказанной. Дело все в том, что, действительно, когда начала оформляться теория относительности, когда уже, по сути, лоренцам были написаны его преобразования, они завоевали заслуженную популярность в физическом мире, как раз оставилась одна очень интересная события, которая подчеркнула коронация «Белая королева» в 1903 годе присуждение Нобелевской премии по физике за открытие радиации. Оно, разумеется, произошло совершенно случайно, но тем не менее радиация была открыта. Претендентке на тот момент было 28 лет, она была матерью нового ребенка. И у нее был прекрасный и умный муж евреи. Но это еще ничего, это еще не самое интересное. Она была фактически единственной девушкой на их курс в подсюрихской политехнической школе. До этого она была фактически единственной девушкой на все учебные заведения в своей исторической родине, в Белграде, в Закрике. Фактически единственной. То есть, можно смело сказать, что на нее смотрели фактически, с надеждой, многие представители югославянских народов. И многие представители югославянских народов знали, кто она тогда. И вот появляется такой, в общем-то, план смелый, а почему бы нам с чем-то, а почему бы нам коллективно всем курсам в сюрихской политехнической школе тоже не заработать. Могу ли в скупле, в конце концов, чем мы хуже с арбомами. И вот началась вот эта вот чисто женская интрига. И вот здесь вот наступила фраза. До тех пор, как я скажу фразу чисто женская интрига, вам действительно чисто женская лобика выходит на первый план в виде случаев. Но здесь первый момент, который возник, это было принято. Высшая награда в области мировой науки. В данном случае Нобелевского премии по физике. С точки зрения финансирования, это означало, что если премия окажется достаточно серьезной, то можем с целью достижения этой премии, с целью получения этой награды, позволить себе такую вещь, как пиар-акцию. Эта пиар-акция, возможно, могла произойти с некоторыми ставленными, возможно, заемными финансовыми средствами. Возможно. То есть претендентка бы организовала заем этих средств, поэтому против жизнь вложенника. Она бы их стратила на пиар-акцию, была бы присуждена на бюджетную премию. И, соответственно, за счет этих средств, которые, за счет тех средств, которые были получены в результате присуждения этой премии, произошло бы прогашение всех кредитных обязательств. Таким образом, претендентка, если бы схема в целом была бы запущена, оказалась бы в роли своего рода финансового центра. Но, к сожалению, от них не нужд евреи, хотя евреи это весьма-весьма знаменитая нацию. Банкиров, финансисты, достаточно квалифицированные его люди, перворазрядные профессионалы во многих областях и абсолютно заслуженные, вполне заслуженных обладателей нобелевских премий в области естественных обладателей. Мы рассмотрели один финансовый аспект, но финансовый аспект здесь был бы маломатый. Здесь нужен был какой-то еще тематический аспект, а, собственно, если мы продаем на Нобелевскую премию, то мы продаем с какой темой. Можно было в столбик расположить отдельную тему, за которую нужно было бы взяться. Претендентка чувствовала себя очень сильной. Она, по сути, выглядела таким образом, как претендентка, что за ней были не только и многочисленные сокурсники, знакомые и преподаватели высших сюрхских и политехнических школ, за ней, по сути, было все югославянское население Австралийнгерской империи, плюс население Королевства Сербии. Благодаря она была сербикой национальности. Выглядела она весьма-весьма могучей. Ну и, собственно, поскольку она была обладательницей цветущего возраста, то ей и не составляло особого труда выполнять роль той самой компоненты, которая очень часто при формировании научных коллективов по той или иной проблематике оказывается в роли компонент решающей. Здесь дело все в том, что если речь идет о науке, наука по мере своего развития от незапамятных времен до того вида, которого пристал в 20-м веке, это была наука не энтузиастов-одиночек, это была наука коллектива единомышленников, прежде всего. Формирование коллектива – это вещь глубокоэтическая, когда человек приходит в какой-то научный коллектив, он автоматически должен, придерживаться, должен подчиняться другим этическим требованиям. Это с точки зрения этики, с точки зрения логики все еще проще. Для осуществления, для реализации той или иной научно-технической наработки, то ли проведения комплекса исследований, то ли оформления какого-то изобретения, то ли внедрения какого-то реального уже вышедшего разработки, очень часто бывает таким образом, что принципиально оказывается вопрос накопленной критической массой. И вот здесь в роли необходимых компонентов этой критической массы оказывается тот, кто своими усилиями эту критическую массу может добрать до нужного состояния. Ну, собственно, к вопросу о организационном, мотивирующем уровне представительности прекрасного парламента человечества в научных процессах. Умных женщин, как известно, очень мало, но не способны вам найти, как известно. Потому что не в последнюю очередь, как известно, ей значительно легче разобраться в очень непростой системе отношений и в очень непростых финансовых потоках, так как более усилий им достаются более широкие информационные потоки. Вот в такой роли оказалась наша знаменита Серпка. Она обращает внимание вместе со своим мужем на ряд нужных, необходимых, недавних изобретений, недавних нужных и технических наработок. В частности, определенная работа в родственнике в Украине, а ее муж, простите, я прошу, приемте его внимание, сидела на всем научно-техническом потоке тех времен. Он был немного немален сотрудником патентного бюджета. И у них вместе кое-что получалось весьма-весьма неплохо. В частности, у них весьма неплохо получилось с объяснением фотоэффекта. За что, в общем-то, в итоге Нобелевское время и было присуждено. Но это чисто нужно технической разработке. Объяснение фотоэффекта и описание его необходимой математической формы, у меня, конечно же, очень хорошо. Это прекрасно, это блестяще, но это отмывание пиароемка. Они оказывались бы в роли один из всех. То есть, кроме тем, связанной с текущими научно-техническими наработками, изобретениями и объясненными различных физических ответов, у них в обязательном порядке должна была быть вот эта пиароемка тема. А здесь мы возвращаемся ровно к тому, о чем мы говорили 10 минут назад. В частности, о том, что тема, связанная с перемещением различных персон по пространству и времени, была самой популярной темой для писателей-фантастов и авторов приключенческих хронологов. Недаром писатели-фантасты так любо не ружут с представителями мира науки. Недаром. Вот, пожалуй, и то, из-за чего попавшие ее в поле зрения работы Хенгрика Уиннца возымели закономерный интерес. И тут они наверняка вспомнили, не даже точно вспомнили, о своем хорошем преподавателе по теоретической высшей политехнической школе Германе Минковскому, который в свое время разработал теорию пространства-времени. И вот тут появилась та собственная идея, которая легла основные теории относительно здесь. С одной стороны, это электродинамика, как она выглядит в работах Макса Вилла и Лоренца, и с другой стороны, четырехмерное пространство Германа Минковского. Именно он, Герман Минковский, ввел такое необходимое понятие специальной теории относительности в своих работах, как пространство-время. Тем самым трехмерное эвклидовое пространство превратилось в четырехмерное пространство-время. Это было, для которого эвклидовое пространство было просто минус частных случаев. Это все выглядело абсолютно чарующим, но нужно было взять теорию Минковского, пристыковать к наработкам кемника Лоренца и все это назвать очень роскошным словом. Общим тюрьмем относительным следом. Это и было сделано. Ну и, собственно, для нашей замечательной, амбициозной сербки, которую мы едва ли, едва ли не обозвали черной королевой, но, к великому счету, как выяснилось, она оказалась своего рода серым кардиналом в юбке. И не боль. Ну, нельзя. Ну, нельзя. Серу кардинальшу обзывать королеву. Это, в конце концов, не очень застойно. Хотя, безусловно, любая женщина достойна того, чтобы себя королевой чувствовать. Это не оспорием. Так вот, когда наша знаменитая славянка осмышляла ситуацию в целом, тот маленький, маленький, тонкий момент, который она смогла 100% напочеркнуть из работ Индрика Лоренца. Это было принципиально. Тезис. Очень сомнительный. Тезис. Об одинаковой скорости распространения электромагнитных взаимодействий в различных инерциальных системах отсчета, которые движутся различными скоростями. Это выглядело бы очень хорошо как результат решения какой-то задачи. Это выглядело очень пикантно и вызывало определенное ображение как предпосылки. И она это ощутила. Ну, что поделать? Что поделать? Идеальной правильности нет. Идеальной физической обоснованности нет. Есть прямой курс абсолютно маргинальную физическую теорию. Но на маргинальной физической теории ты особо пиара не сделаешь, ты особо не постумишь, ты особо не заявишь. Значит, поэтому необходимо было маргинальную физическую теорию выдать за магистральную, выдать за открытие мирового масштаба. и при этом она бы не должна была подставить лично себя на глупое положение. То есть, королева не должна была выглядеть глупой, а если, не дай бог, королева выглядела глупо, то, к сожалению, королева превратилась бы в всеобщее посмешище, что в рамках пиар-игры было абсолютно недопустимо. Абсолютно. И вот здесь вот пришел ее влюбленный, любящий ее муж, наш замечательный немецкий и швейцарский еврей, сын великого народа, банкира и финансиста. Именно ему выпала вся пиаровская нагрузка. Именно он мог в один прекрасный момент, было теоретически возможно, делать смущенную выражение лица, развести руки по сторонам и сказал, дамы и господа, вы понимаете, в чем дело, говоря по крупному, в глубине души. Ну, конечно же, я об этом сомневался. Ну, конечно же, я об этом сомневался, прошу понять меня. Резиновая себя, кстати, неправильным, это было в известном степени не пиаровским, но данное учение, где Эстел плюс Ото, специальная теория относительности плюс общая теория относительности, все-таки вынесла в мир физиков, в мир его коллег по профессии не получилось, хотя бы по одному единственному вопросу. Нельзя сказать, что этот раскол оказался очень серьезным ударом в тогдашней физике, но, так или иначе, представителям, тем или иным представителям мира науки по этой теме можно было высказаться. А! Пиаровская волна, пиаровская компания сделала свое дело. И господин Эльберт Эйнштейн превратился в величайшего гения за всю историю человечества. Чего только с журналистикой не бывает, отчего только с ее помощью не сделаешь, а это правильно сделать из простого. Верия, Грека, Авадим, одно из величайших гений в истории человечества за все время его существования. Вот, собственно, и все. А нашей, нашей, нашей знаменитой сербке, нашей знаменитой кардидатке на роль черного королева, увы, выпала роль отчетного королева, выпала роль серого кардинала. было бы, конечно, открытие несколько более магистрали, если было бы открытие несколько менее с помощью, да, возможно, она бы не осталась в тени. Так она была бы вынуждена остаться в тени. Роль была пикантная, весьма-весьма пикантная. Нашим представлениям подошли к тому моменту, что подобного рода духовный дисбаланс, когда предлагается быть популярным в мировом масштабе, причем, предлагается быть популярным на совершенно спорной, с одной стороны, магистральной, другой, пиароемкой физической теории, это, в общем-то, не для всех. И вот, в конце концов, вырисовывается следующая ситуация. У нас есть, с одной стороны, достаточно молодая, амбициозная женщина, которая может сделать много, которая может многое что пробить, которая может многое что организовать. И с другой стороны, вырисовывается ее муж, при этом у нее в руках, оказывается, в общем-то, одни неоспоримые физические, одни неоспоримые научные учения, с одной стороны. С другой стороны, у нее получает, у нее под руками У этой замечательно амбициозной женщины, которая выбила Роси или его кардинала, оказывается один знающий, следующий муж, который к нему же работает в патентном бюро и знает доступ к положению его в научно-технической информации. Что получается в результате? В результате получается ситуация, что когда возникает вопрос об актере аванс-сцены, то есть о том человеке, которому в итоге все достижения, причем достижения, которым одним будут казаться неоспоримыми, а для других будут казаться спорными, а вообще-то они абсолютно неоспоримостей лишены. То есть у нас появляется тот самый человек, которому нужно это все не переписать. То есть у нас появляется актер аванс-сцены и наш замечательный господин Альберт Эйнштейн, или Альберт Эйнштейн, как говорят немцы, оказываются в роли актера аванс-сцены, оказываются в роли того, кому выпадает роль этого самого гения, причем наиболее пропиарленного гения, нервного масштаба. Вот, собственно, и все. Именно поэтому неудивительно, неудивительным выглядит то обстоятельство, что брак у них, в общем-то, скоро расползся. Дело все в том, что эта роль, скажем, ой, как тяжела, ой, как тяжела эта роль. Это общеизвестно. В дальнейшем, разумеется, набрана квалификация, набраны опыт, набрано образование. Оно сыграло в плюсы. Оно позволило ему занимать ряд должностей в различных университетах в Германии, в собственном случае в Берлинской. Это ему было позволено. Далее его позволило развивать ряд физических теорий. Он действовал, что удивительно, он очень удивительным образом направлял в течение всей своей жизни такую замечательную привычку, как любовь писать за авторствие. И невообразима любовь, невообразима склонность пребывать во всех собраниях тогдашних физиков, в которых только нужно пребывать. Вот примерно. О дальнейшем весьма. Ну, собственно, а что касается его жизни личного, собственно, неудивительно. Подобного рода роль она прессовала, прессовала очень сильно. Она могла убить все личные чувства. Она могла возбудить какой угодно негатив. Она могла возбудить желание вообще уйти в другой мир, например, из мира науки в мир искусства, эти вспомнить, что он был и всего прочего. Но весьма-весьма неплохим. Я не могу сказать, почему я это вспомнил. Ну, вот, собственно, все то, что у нас происходилось. Во сне пиар-волны стоит, как пиар-волны, связанные с теорией относительности, как это ни странно, не могу сказать, как это ни показалось бы странным с первого взгляда, стоит некая интрига, которая, как это ни странно, восходит к сербам. Восходит к сербе. Как это ни странно. Вот удивительно, вот поразительно. А теория относительности в развитии современной физики все более и более маргинализируется. Спасибо. Мне сейчас очень не хочется говорить о всех перепятиях и их романах, но, тем не менее, необходимо обратить внимание на это пикантное обстоятельство, что долго их брак не определился. Что если у тебя жена выступает в роли серого кардинала, ты стану выступать в роли актера вон сцены, то такую ситуацию едва ли можно называть стабильной. Недаром, прошу заметить, это пикантное обстоятельство, что сразу же после того, как господин Эйнштейн была вручена в 1922 году Нобелевская премия, он фактически всю передал своей замечательной супруге. Классика жанра. Финансовый центр лежал на супруге. Не только дети. Дети, разумеется, были. Но были не только дети. И, прошу заметить, другое пикантное обстоятельство. Господин Эйнштейн достаточно быстро второй раз женился. Ну и что касается его дальнейшего судьбы, она, в общем-то, общеизвестна. Мировая слава – это мировая слава. Ему предлагалось многое, чтобы в том числе стать президентом Израиля, от чего он отказался. Ему предлагалось сотрудничество, взаимодействие с многими научно-техническими центрами той эпохи. Эрудиция у него была. Эрудиция у него появилась. И появилась еще одна привычка. Его удивительное товарищество, его удивительная любовь к работе в соавторстве. Она ему действительно помогла. Как видим, это свойство, эта склонность к работе в соавторстве появилась по клиенту народной езды. Спасибо. Их дублировать мне сейчас абсолютно не хочется инстанкировать. И сейчас абсолютно не хочется делать свой прокурс, чтобы людям это играл, сыграл. И именно на Иржнюк, а он сделал все, чтобы именно заебные средства про его каналы как-то оказались в распоряжении молодой эмбициозной, подающей надежды. И это, собственно, является финальной точкой в раскрытии темы данного видеоматериала. А второе, это можно поддерживать. Большое спасибо за меня и благодарю. Насколько это тянет или не тянет на достижение российской международной системы научной школы. Вам судить, вам решать, я жду ваших мнений в комментариях. Всего доброго. До новых встреч. Мы будем пытаться, следуя своим обещаниям перед уважаемой публике, в новых виде материалах, раскрывать те или иные темы, касающиеся достижений российской межрисциплинарной естественной научной школы. Ну и сейчас мы возвращаемся собственно и к национальному вопросу. Мы возвращаемся собственно и к финансовому вопросу. Действительно, наша знаменитая сербка, наша знаменитая славянка была действительной из не очень бедной сербской семьи. Это действительно так. И вот, 1910 год, и начинается, после выхода в свет, общая теория относительности, начинается бить ее в дверь, если можно так выразиться, шведского наберевского комитета. Регулярно, год за годом, заявку с заявкой подаются различные заявки. Ну и здесь мы понемножечку в нашем повествовании переходим к финансовым аспектам. Финансовые аспекты банальнейшие. Все это абсолютно банально. Деньги на дорогу не являются, и денег просто так никто не дает. Именно поэтому, сейчас, что касается вопросов заемных или сторонних средств, как-то хочется изначально не рассматривать сложившуюся на тот момент банковскую систему. Если бы какому-то банкиру предложили какую-то систему, как расходование денег, расходование средств на пиар-акцию, а после этого присутствия в номеревское время, это, наверное, на банкира произвело бы весьма-весимокамичное впечатление. Он потребовал бы в качестве обеспечения некий более серьезный залог, который требует принципы данного своего дела. И, собственно, все. На этом бы все закончилось. Именно поэтому, учитывая ее национальное происхождение, национальное происхождение нашей прекрасной претендентки на престол, перебираем одного за годом. Ее соотечественников северского происхождения. И тут мы находим большое-большое-большое количество научно-технических денег, крон, у ее знаменитого соотечественника, у которого на тот момент, а именно у всего 20 века, в результате успешного взаимодействия с американскими предпринимательскими ругами, накопилось немало геевых, которым был просим на свои научно-технические исследования. Вечерик о знаменитом сербе, знаменитом чём Николе Тесле, работавшем, ценимом штаммом. Тот уже... Что хочется о нем сказать? О нем хочется сказать, что он был знаменитой лабораторией, что он рад исполнить к себе. Стоп! Мой рассказ ему совсем короткий. Визерально должен предпринимать. Совсем короткий. Читаем биографию Николы Тесла, смотрим видеоматериалы, читаем книги, они достаточно информативные. Мне сейчас абсолютно не хочется.